К нашему эфиру присоединяется американский политолог Питер Залмаев, директор Международной некоммерческой организации Евросийской демократической инициативы. Питер, добрый день. Питер, приветствуем. Друзья, добрый вечер всем. Добрый день, простите, добрый день. День или вечер, это в зависимости от на каком континенте мы находимся. Вы специалист по Северной Америке и Азийскому континенту. Питер, давайте поговорим о том, что происходит, почему Северная Корея так активно взялась наращивать свой военный потенциал. Они для себя это делают? Либо одному диктатору из Кремля подарок на Новый год готовят? Да, вопрос уже наводящий и содержит в себе, наверное, уже часть ответа. Я должен сказать, что я все-таки не являюсь экспертом по азийскому континенту, но что касается азиатского континента и его взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки, да, наверное, могу прокомментировать, учитывая, опять-таки, давнюю традицию шантажа представителей Северной Кореи, династии Кимов, еще батюшка нынешнего Ким Чен Ина, если вы помните, постоянно прибегал, собственно, к такому методу постоянного бряцания оружием, сотрясания саблями и вокруг берегов Японии, и на территории Японии, постоянно нагнетание, и, разумеется, что касается 48-й параллели границы с Южной Кореей, постоянные угрозы Южной Кореи, и кому только эти угрозы не поступали, учитывая, что страна загнута абсолютно в глухой угол экономически. И если вы помните, несколько лет назад вообще состоялся голод в Северной Корееции, даже были последние годы правления отца Ким Чен Ина, когда погибли, по детским оценкам, больше миллиона, даже несколько миллионов всех корейцев просто от голода, и сейчас, в принципе-то, голод – это постоянное явление этой страны, то есть он уносит больше жертв, иногда он уносит меньше жертв, но ситуация такова, что сейчас Северная Корея очень сильно прогинается именно по санкциями, и в очередной раз мы видим это сотрясание «Сабль», которое на этот раз уже играет не столько на даже Запад сейчас, хотя, да, это, опять-таки, сигнал коллективному Заходу, в частности, Южной Корее и США, давайте с нами на равных садиться договариваться, то есть сколько вы, по сути, готовы нам заплатить, чтобы мы перестали сотрясать этими саблями. С другой стороны, да, тут появился новый элемент в контексте русско-украинской войны и все возрастающего сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, вот только что вы об этом в сюжете говорили. «Метагон» постоянно обновляет свой анализ того масштаба, который характеризует это сотрудничество и, собственно, в обмен на более миллиона снарядов, которые, судя по всему, Путин получил от Пекина. Есть информация о том, что Россия тоже помогает сейчас и дает очень серьезный технический саппорт, то есть техническую помощь Северу, Северной Корее, с тем, чтобы обновлять, модернизовывать свои вооруженные силы. И также, если мы уже совсем посмотрим широко и глобально, мы видим, как действительно ситуативно, по крайней мере, сейчас сколачивается эта ось зла, это такой антиамериканский международный фронт. В этом контексте можно видеть и нападение на Израиль со стороны Хамаса, за которым стоит Иран. Не забываем, что у Ирана ближайшие союзники кто? Россия и, разумеется, Китай. Ну и вот удары сейчас этих повстанцев-хуситов, которые являются также союзниками Ирана, которые сейчас терроризируют все торговые судна в Красном море. И также в протоке, в проливе, извините, Баб-эль-Мандем. И если мы сейчас посмотрим в этом же контексте, то, что сейчас делает заявление Северной Кореи, такое впечатление, что эти действия, эти заявления, эти угрозы, не исключено, что могут комбинироваться в условном центре в Москве. Меток это пока не представляется, с тем, чтобы постоянно рассеивать и внимание, и возможности так называемого коллективного Запада. Каждый при этом преследует свои цели. Россия, разумеется, заинтересована в углублении отдельно взятого к любому конфликту, в том числе войны сейчас на Ближнем Востоке, а также расширении географии этих конфликтов. То есть мы имеем сейчас Иран, его прокси, Хезбалу и Хавас. Таким образом, суммируя, мы имеем Северная Корея, за которой стоит Китай, с которой сейчас углубляет отношения Россия. И, соответственно, постоянные угрозы и Японии, и Южной Кореи со стороны Северной Кореи. И опять-таки, давайте перенесемся в новый свет, на южноамериканский континент, где Венесуэла, который управляет еще один клиент, и дружок Путина Николас Мадуро, вот недавно просто отпечатали новые уже официальные карты своей страны, согласно которым две трети соприлежного государства Гаяна по праву должно принадлежать, собственно, Венесуэле. Это еще один потенциальный очаг, потенциальная война уже в подбрюжье Америки, согласно которой доктрине Монро, если вы помните, доктрина Монро вообще действует с начала, с 20-х годов 19-го века, Америка расследует любое вмешательство в дела южноамериканских стран, вообще латиноамериканских стран, все, что к югу от себя, как недружелюбными действиями той или иной страны. В частности, это было, разумеется, шла речь о европейских тогда державах, но вот сейчас трактовка доктрины Монро распространяется на, собственно, весь мир. И поэтому эти действия сейчас по направлению Венесуэля могут вообще рассматриваться как непосредственный уже вызов Америки. И вот если мы посмотрим глобально на эту карту мира, то мы видим, что 2024 год действительно многообещающий в том плане, что вызовы для Америки, для коллективного Запада будут расширяться. То есть получается, если мы правильно вас понимаем, что ось зла продолжает формироваться, она еще окончательно не выкристаллизовалась, к ней могут присоединиться дополнительные игроки или дополнительные силы. И тут сразу наводящий вопрос, ну, законы физики никто не отменял, есть действия, есть противодействия. А что или чем мир, адекватный мир, готов отвечать этой осью зла? Знаете, в том-то и дело, что тут нужно понять, что такое ось зла и в каких плоскостях она работает, насколько она сформирована и насколько это единство может быть идеологическим. Это, разумеется, большой вопрос, и я не хочу преувеличивать, собственно, организационный момент этой осью зла. А с другой стороны, нужно посмотреть на то, что такое так называемый цивилизованный мир, что какие там, собственно, механизмы сейчас есть по его сплочению, единению, по выработке каких-то, знаете, общих стратегий реагирования. И, к сожалению, тут тоже все очень непонятно. Ось зла это пока остается сейчас ситуативный такой вот термин. Мы видим, что в плоскостях той же БРИКС, да, в своем современном это была Бразилия, Россия, Индия и Китай уже, и Южная Африка. Сейчас уже были приглашены еще несколько стран, в том числе Иран. Расширяется БРИКС. Есть также давнишняя шанханская организация по безопасности, куда входят, в том числе, кроме Китая, и централизиатские страны и так далее. То есть есть целый ряд вот таких межправительственных международных организаций, которые вообще имеют, думаю, долгоиграющей целью размывание вот институций, как Россия. Это подает институции, где заправляет Америка и так называемый загнивающий Запад. В том числе не исключено, что речь идет и о ООН. ООН и даже Совет Безопасности, которые России сейчас удается блокировать. Что касается каких-то конкретных действий, потому что она имеет вместе с Китаем право вето. Но, тем не менее, тоже рассматривается как уже организация, которая не соответствует интересам той же России. Поэтому вот создаются какие-то параллельные такие структуры. Разумеется, это ответ на Совет Европы, из которого Россия вышла в начале вторжения в Украину, в том числе и в ПСЕ. Вопрос, который дальше существования этой организации тоже остается открытым и так далее. Ну и возвращаясь к Западу, мы спросили, готов ли Запад опять-таки. В 2024 год ответит на этот вопрос. Если придет власть Дома Трамп в США, мы будем говорить о абсолютно другой вообще архитектуре безопасности и договоренности и так далее. В контексте обещаний Трампа, в том числе решить украинский вопрос за 24 часа, мы можем себе только представить, как это будет выглядеть. Не забываем, что Трамп включился в личную такую дипломатию с этим самым Ким Чен Ын, который мы сегодня обсуждаем. И получил из этого очень интересный фотоопы. То есть он сфотографировался с ним на 48-й параллели, вы помните. Это ни к чему совершенно не привело и так далее. Поэтому здесь мы видим сейчас также, что в Европе приходят к власти правые популисты, укрепляют свои позиции в парламентах, в правительствах, в партиях и так далее. Герт Вилдер из Голландии, Роберт Фитцов в Словакии, Виктор Орбан в Венгрии. И сейчас уже нельзя исключать сценарий, что состав Европейского парламента, куда будут выборы тоже в 2024 году, может резко измениться в пользу правых популистов. То есть это тоже, несомненно, будет влиять на месседжинг так называемого коллективного Запада. И вообще о том, сможем ли мы продолжать говорить о неком коллективном Западе, если его представители будут, как лебедь, рак и щука, тянуть в абсолютно разные стороны. Питер, хотелось бы вот еще такую тему обсудить. Вы сказали уже о выборах в США, и это тема, которая, конечно же, будет притягивать к себе все больше внимания в следующем году, но сейчас уже два штата не допускают рампа к участию в праймерис. Как вы считаете, как ситуация будет развиваться? Это будут те же два штата, будет третий штат, будет судебный процесс. Что будет дальше по-вашему? Да, есть уже два прецедента, Мейн и Колорадо. И в тридцати штатах сейчас подобные иски уже в процессе. Калифорния, допустим, мы знаем, уже отказалась от этого механизма, и Орегон близок тоже к негативному решению. Тут нужно понимать, что все это, так или иначе, будет решено в Supreme Court of United States of America, в Верховном суде США. Есть очень большое опасение, что, подобно тому, как в 2000 году, помните, да, гор против Буша, Верховный суд тогда, где большинство было, из девяти, если не ошибаюсь, тогда пять судей было на стороне Пуша, и они были, то есть они были консерваторы, симпатизировали от республиканской партии. И, собственно, судьба этих выборов была решена, в конце концов, Верховным суде, как в последней инстанции. Сейчас мы имеем расклад еще менее выгодный для демократов и более выгодный Трампу, который назначил за свою каденцию трех из этих судей сам. Таким образом, сейчас перевес в сторону консерваторов прореспубликанских, будем так говорить, судей 6 на 3. И если все это закончится в этом суде, есть два варианта, более широкий, рулинг, что называется, решение сюда широкое, и более узкое, широкое, то есть рощерком пера, эти суди могут вообще отмести все эти решения штатов, как противоречащие конституционному праву американцев выбирать своего президента и без вмешательства на то судебной власти. То есть не вмешивайтесь, все это должно решаться у урны избирателей. Вот так. Таким образом, учитывая, что у нас прецедентное право, это автоматически нивелирует абсолютно все потуги всех других штатов. Если это будет более узкое, я сомневаюсь, что вообще Верховный суд одобрит. Я думаю, что об этом очень наивно. Надеется. Но если это будет узкое решение, то есть там нужно литигировать, что называется, каждое решение отдельно взятое по штату. Поэтому очень много сейчас более, скорее, больше, наверное, неясности и больше вопросов, чем ответов на этот вопрос. И сейчас состязаются разные конституционные такие специалисты, юристы в США на страницах газет, в своих интерпретациях общего какого-то знаменателя я пока для себя не нашел. А тем временем нужно сказать, что Дональд Трамп абсолютно прекрасно себя чувствует в контексте своих рейтингов. Все эти его мыторства, казалось бы, они приводят к тому, что его среди республиканцев популярность растет. Машина фанрейзинговая работает на полную. При каждом таком решении производится соответствующий мерч, который продается. И казна избирателей компании Трампа таким образом только пополняется. Увы, вот это то, что можно констатировать на сегодня. Да, но не будем далеко забегать наперед. Есть действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он, кстати, комментируя массированный российский обстрел мирных украинских городов и населенных пунктов, который россияне совершили в ночь на 29 декабря, отметил необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева, для Украины. Для того, чтобы наше государство могло защитить себя и деоккупировать временно оккупированные города и населенные территории. Как вы считаете, подобное заявление Байдена, произнесенное в контексте массированного обстрела в преддверии Нового года, может ли оно ускорить процесс? Заявление важное и хотя бы с декларативной точки зрения усиливает давление на республиканцев принять правильные решения уже в начале следующего года, не ждать до февраля, до марта, сделать это можно быстрее. Вопрос опять-таки остается нерешенным, очень много неясности, внемлют ли голос у Байдена республиканцы, которые относятся к нему, наверное, с большим недоверием, чем к самому Владимиру Путину. Я это сейчас говорю абсолютно ответственно, заявляю, не для красного словца. Но в этом контексте важно понять, что администрация Байдена сейчас занимается таким параллельным процессом, уже запустила его, то есть активизировала, реанимировала. Я даже сказал, речь идет о замороженных счетах Центрального банка Российской Федерации на сумму 300 миллиардов долларов, которые администрация Байдена сейчас в консультациях со своими партнерами по Большой Семерке, G7, пытаются как-то решить вопрос их использования в качестве помощи Украине. То есть заморожены они были, а вот уже юридическая составляющая, как разморозить и послать на и восстановление Украины, и на оборонную составляющую сейчас войны, то есть как за счет этих денег продолжить полнокровную такую военную поддержку Украины. Это очень серьезный вопрос и опасение в том, что это очень долгий вопрос, что Запад, вы знаете, не отличается быстрыми решениями, потому что в Западе есть полноценная юридическая ветвь власти, то есть и обойти ее просто невозможно. Росчеркомпера темп том-то и отличается от те же штаты, от путинской России, но тем не менее этот процесс начался и это как раз именно та идея, та инициатива, которая может заинтересовать республиканских оппонентов Байдена, которые, собственно, не смогут перечить этому, потому что, собственно, тут не будут использоваться деньги американских налогоплательщиков, понимаете. Это инициатива, которая должна понравиться, в принципе, всем, кроме самим банкирам, увы, которые считают, что это сильно ударит по западной финансовой системе, сделают ее менее надежной, особенно в глазах глобального юга и коррумпированных стран, которые продолжают вкладывать средства, свои активы именно в западных финансовых институциях. А те на этом наживаются, увы, это тоже правда жизни. И тем не менее все понимают, что просто слить Украину это будет еще более дорого стоить для самого Запада. Это главный месседж Байдена. Поэтому я сейчас считаю, что это очень перспективная идея. Но, опять-таки, здесь должна быть проинвестирована жесткая политическая воля, потому что речь идет не просто о каком-то перспективе использования этих денег для Украины, а чтобы это произошло в то время, чтобы это смогло помочь Украине, чтобы не дошло до того, что, когда они будут разморожены, мы уже будем говорить о совсем другой Украине, в совсем других границах. И, не дай бог, я не хочу сейчас рисовать каких-то других похмурых сценариев, но вы знаете о чем. Потому что сейчас большинством экспертов соявляется, что именно 2024 год станет абсолютно решающим, что касается дальнейшего вообще существования украинского государства. Да, многое должно решиться. Огромные надежды на следующий год. Но они каждый раз как-то корректируются такой опаской. Мы не хотим говорить о чем-то, чего не сможем достичь. С другой стороны, все настолько интенсифицировалось, все настолько сейчас непредсказуемо, может произойти все, что угодно. Естественно, одним из важнейших факторов будет поддержка западных государств, оказываемая Украине, которая влияет на многие процессы и некоторые процессы может в значительной степени ускорить. В частности, деоккупацию украинских территорий. Следим за развитием событий, в том числе благодаря вам. Питер, спасибо большое. Питер Залмаев присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.